Рассмотрев некоторые аспекты поддержки функционального программирования в языке C++, мы снова ненадолго отложим сугубо языковые вопросы и перейдем к рассмотрению очередной библиотеки. На этот раз речь пойдет о целом семействе библиотек, поскольку под названием Boost скрывается несколько десятков самых различных по своей сложности, объему и назначению библиотек на языке C++. Объединяет библиотеки Boost их экспериментальный характер. Изначально это семейство библиотек формировалось как испытательный полигон для возможностей, выходящих за пределы библиотеки STL, стандартной библиотеки в целом, а также для тестирования библиотек-кандидатов, которые позднее включались в состав стандартной библиотеки. Примером такой библиотеки-кандидата, успешно прошедшей испытание временем, является библиотека со стандартным на сегодняшний день контейнером Array, известным нам как массив с фиксированной длиной. Знакомство с Boost является показателем высокой квалификации. Программиста на языке C++, однако, однако библиотеки Boost используются далеко не всегда. В основе критического отношения к Boost лежит высокая сложность этих библиотек, сильная зависимость их эффективного использования от уровня подготовки команды, а также высокая доля обобщенного, а иногда и метапрограммирования, использование которого в других библиотеках и промышленных проектах на языке C++ более чем ограничено. По этим причинам, при всем многообразии решаемых при помощи Boost задач, мы познакомимся буквально с несколькими представителями этого семейства библиотек. Действительно, среди десятков библиотек Boost есть такие, пользоваться которыми можно буквально из коробки, познакомившись с ними за считанные минуты и начав писать код с их использованием за считанные часы. При этом, как и в случае со стандартной библиотекой шаблонов, акцент при рассмотрении перечисленных примеров мы будем делать не на языковых аспектах, а на вопросах архитектуры. Однако, перейдем к самим примерам библиотек. И первый используемый нами для демонстрации библиотек Boost пример носит нарочито элементарный характер. В самом деле, сегодня проверки времени компиляции можно выполнять не только используя нетривиальные возможности библиотеки Boost. Проверки времени компиляции вошли в нашу жизнь вместе с новыми конструкциями языка C++. Цель, которую мы преследуем данным примером, заключается в том, чтобы показать, каким образом следует знакомиться с многообразием библиотек семейства Boost. Каждая из библиотек задокументирована более или менее унифицированным образом. Таким образом, который наложил свой отпечаток и на наш подход в изложении данного материала в видеокурсе. Прежде всего, каждая библиотека имеет определенное назначение. Это назначение отражается целью, закрепленной в аннотации к соответствующей библиотеке в рамках документации на Boost. Знакомясь с аннотациями и содержащимися в них целями, нетрудно отобрать те библиотеки, которые представляют для нас наибольший интерес в рамках того или иного проекта. Библиотеки, успешно прошедшие своеобразный первичный фильтр по цели или по назначению, мы изучаем дальше и обращаем свое внимание на те зависимости, которые приобретает наш воображаемый проект. Эти зависимости формируются путем внедрения в проект тех или иных файлов, как заголовочных файлов, так и файлов реализации. Перечень заголовочных файлов, требующих подключения к проекту, как правило, зафиксирован в документации на ту или иную библиотеку отдельно. Более детальное знакомство с интересующей нас библиотекой Boost позволит понять, какие новые программные элементы, путь-то пространство имен, типы, классы и прочее появятся в нашем распоряжении, если наш выбор пойдет на конкретную библиотеку. Наконец, для максимально эффективного использования понравившейся библиотеки Boost крайне желательно ознакомиться с деталями ее реализации, благо исходный код каждой библиотеки свободно доступен для изучения. Наконец, не следует пренебрегать содержащимися в составе документации на большинство библиотек краткими примерами использования их возможностей. Познакомившись с общей концепцией документирования и рекомендуемым подходом к изучению возможностей библиотек Boost приведем несколько содержательных примеров таких библиотек. Характерной особенностью классического типа объединения известного со времен языка C является так называемая неразличимость типов его структурных элементов которые обычно называют полями или компонентами объединения. В отдельных случаях например в ситуациях близких к системному программированию это может быть очень удобно однако в объектно ориентированном контексте при проектировании и разработке современных систем когда во главу угла ставится не экономия считанных байтов памяти а надежность и отказоустойчивость всей большой объектно ориентированной системы такая неразличимость типов становится помехой на пути к написанию безопасного объектно ориентированного кода. Эту проблему решает вариантный контейнер реализованный в Boost в рамках соответствующей библиотеки. Задача которую ставили перед собой создатели этой библиотеки заключалась в том чтобы обеспечить возможность контролировать содержимое каждого экземпляра такого вариантного контейнера. контролировать означает задать перечень возможных типов на этапе компиляции и помнить о том какое содержимое находится в контейнере экземпляре в каждый конкретный момент времени на этапе исполнения кода. для того чтобы использование такого вариантного контейнера было еще более удобным разработчики библиотеки поставили перед собой несколько дополнительных целей а именно обеспечение возможности безопасного посещения такого контейнера специальными объектами посетителями а также предельное сокращение требований к тем типам экземпляры которых могли бы размещаться внутри подобных контейнеров технически вариантный контейнер реализуется как шаблон класса с переменным числом параметров параметрами шаблона boost variant являются параметры типы которым предъявляются ряд обязательных и необязательных требований и первые и вторые кратко приведены на текущем слайде обратите внимание что обязательных требований к типам параметрам шаблона boost variant всего три и при аккуратном программировании для обычных классов они как правило легко исполняются посмотрим на примере как определяются и используются экземпляры такого вариантного контейнера пусть нам необходимо создать контейнер экземпляры которого могут хранить целые числа со знаком или объектно ориентированные строки std string в этом случае определение экземпляра вариантного контейнера может производиться так как показано в нашем примере кода как следует из этого примера параметром конструктора экземпляра вариантного контейнера выступила строка а значит извлечь из этого контейнера мы можем только строку но никак не число что впрочем было бы возможно быть на месте вариантного контейнера обычное объединение union именно в этом напомним и состоит основное отличие вариантного контейнера от объединения и это качество варианта как раз и называется различимостью типов его содержимого далее пусть над вариантным контейнером можно выполнить некоторую операцию причем эта операция имеет смысл для каждого из типов его потенциального содержимого такую операцию можно передать контейнеру в качестве функционального объекта воспользовавшись специальным унифицированным интерфейсом Apply Visitor который также определен в пространстве имен библиотеки Boost заметим что этот пример является первым примером применения шаблона объектно-ориентированного проектирования посетитель который определен в пространстве паттернов банды четырех о котором мы будем говорить в одном из следующих разделов нашего видеокурса пока же введем паттерн посетитель на простом наглядном примере воспользуемся унифицированным интерфейсом Boost Apply Visitor для выполнения некоторой операции над вариантным контейнером V пусть этот контейнер по-прежнему определен для двух различимых типов целая и строка и для целого и для строки операция должна быть определена и иметь смысл сформируем для ее определения класс с перегруженной операцией круглые скобки и назовем этот класс Times2 Visitor Передав экземпляр этого класса на вход унифицированного интерфейса Apply Visitor мы практически решили саму задачу Осталось определить тело данного класса Включим класс Times2 Visitor в иерархию статических посетителей Boost А затем следуя нашему замыслу определим для каждого типа возможного содержимого вариантного контейнера собственную реализацию перегруженной операции функции круглой скобки пусть в соответствии с названием Times2 Visitor содержимое целого типа арифметически удваивается а к содержимому строке приписывается такая же строка справа нет необходимости говорить что приведенные примеры реализации круглых скобок совершенно условны однако при такой кажущейся условности они полностью соответствуют тому замыслу который вкладывается в них шаблоном объектно ориентированного проектирования посетитель типы целая и строка были выбраны нами не случайно дело в том что сам по себе класс посетитель может быть реализован как содержащий шаблон операции функции круглые скобки попробуем это реализовать оформим арифметическую операцию удвоения как присваивание после сложения и результат не заставит себя ждать обратите внимание что для большей наглядности мы сменили имя типа самого класса посетителя следующим рассматриваемым нами примером библиотеки является библиотека any она интересна уже тем что в момент когда пишется данный видеокурс она постепенно переходит из пространства экспериментальных библиотек boost пространство стандартной библиотеки языка c++ это право ей дано по результатам успешных испытаний которые она прошла в песочнице библиотек boost также интерес к этой библиотеке с нашей стороны обусловлен тем что в нее входит не только скажем вполне ожидаемый контейнерный класс но и специальные классы а именно класс исключения который может возникнуть в случае неправильного преобразования объектов для того чтобы понять о каком недопустимом преобразовании или точнее говоря приведении объектов идет речь необходимо обратиться к смысловому содержанию данной библиотеки в отличие от рассмотренного ранее варианта контейнер any предназначен для хранения одного единичного значения однако буквально любого произвольного типа иными словами основное назначение такого контейнера быть безопасным хранилищем для чего угодно при этом поддерживая различимость типов в том смысле в котором мы обсудили ее немного ранее по отношению к вариантным контейнерам очевидно что при принудительном приведении чего угодно могут возникать ошибки ясно что эти ошибки являются частным случаем широко известного некорректного приведения badcast по этой причине класс исключения badanycast является дочерним по отношению к ранее названному классу исключению из стандартной библиотеки но обратимся к синопсису класса any как следует из представленного на данном слайде определение класса основная доля методов приходится на специальные методы позволяющие создавать новые экземпляры хранилища либо тем или иным образом изменять их содержимое путем присваивания помимо возможности создать пустое хранилище за которую отвечает конструктор по умолчанию наше внимание безусловно привлекают конструкторы преобразования которые реализованы обобщенным образом через шаблон имеющий произвольный тип параметр имея возможность создавать новое хранилище для единичного объекта произвольного типа логично обеспечить возможность присваивания такого единичного объекта уже существующему хранилищу за это отвечает отдельное семейство операций функций присваивания нормальная работа хранилища произвольного типа вряд ли была бы возможна если бы соответствующий тип any не поддерживал привычные конструкторы копирования и операций присваивания которые также имеют копирующую семантику разумеется этим перечнем методов состав методов класса any не ограничивается однако более внимательное ознакомление с другими возможностями такого контейнера для произвольных типов мы оставим нашим уважаемым зрителям для самостоятельной проработки а сами обратимся к тому как произвольный тип может использоваться в работе например со стандартными контейнерами скажем списком std лист для удобства определим стандартный список содержащий объекты произвольного типа как новый тип many и посмотрим на то как объекты произвольного типа могут использоваться в рамках такого списка в частности стандартный список может добавлять объекты произвольного типа точно так же как например строки также в список many могут добавляться пустые безопасные хранилища например так как показано в нижнем фрагменте кода что же касается самих строк то они безусловно не размещаются в составе списка именно как строки не забывайте что элементом списка many является хранилище произвольного типа благодаря наличию в составе контейнера any конструктора преобразования который способен принять на вход ссылку на объект любого типа объект std string преобразуется к объекту any только после этого происходит его добавление в двусвязный список для того чтобы ответить на вопрос объект какого типа содержится в том или ином экземпляре хранилища any можно использовать различные средства первым из них является метод контейнера any с именем type который возвращает стандартную структуру type info совместимую с результатом операции type id второй способ анализа содержимого контейнера заключается в попытке приведения такого объекта к интересующему нас типу структуру в случае если такое приведение окажется невозможным будет выброшено ранее упомянутое нами исключение by any cost Еще одним, на этот раз, заключительным примером библиотеки Boost станет библиотека, реализующая STL-совместимый контейнер типа циклический буфер. Заявленная совместимость контейнера с контейнерами стандартной библиотеки шаблонов накладывает свой отпечаток и выражается, например, в том, что для базовых операций вставки и удаления элементов фиксируется максимальная временная сложность. Кроме того, мы имеем возможность говорить об итераторе, который предоставляется таким контейнером, но нас, впрочем, больше интересуют архитектурные аспекты реализации. В частности, библиотека циклических буферов предлагает оптимизированный вариант, который позволяет максимально экономить оперативную память в случае, если буфер заполняется не полностью. Такой оптимизированный вариант циклического буфера реализуется на базе стандартного путем его адаптации, которая происходит путем использования шаблонов классов. Кроме того, STL совместимый характер контейнера достигается путем строгого следования ряду соглашений, которые провозглашаются авторами стандартной библиотеки шаблонов, открыты и свободны для их возможного использования. Таким образом, циклический буфер не имеет какого-либо общего предка с известными нам уже контейнерами STL. Его архитектурное соответствие ожиданиям, которые выдвигаются по отношению к контейнерам STL, является результатом строгого следования определенным интерфейсным соглашениям. Логика заполнения циклического буфера предполагает, что в момент, когда буфер заполняется целиком, наиболее старые элементы, то есть размещенные в нем раньше остальных, перезаписываются. Это дает возможность организовывать на базе такого контейнера так называемый ограниченный буфер, который может использоваться, к примеру, как кэш-память, либо как перечень последних N полученных, обработанных, использованных значений файлов или документов. Циклический буфер, аналогично массиву переменной длины STD Vector и массиву фиксированной длины STD Array, является контейнером с непрерывным участком памяти, используемым для физического размещения элементов. Он определяется и используется так, как показано на текущем слайде. Обратите внимание, что интерфейс, используемый для размещения и чтения элементов из такого контейнера, максимально приближен к интерфейсу списков, лекторов или очередей. Продолжение следует...